Франсуа Дегин, будущий специалист по международным отношениям, изучает русский язык совсем недавно, но с нашей литературой знаком. Вот и в переводе классика Франсуа узнал нюансы истории князя Мышкина, но пока название другого романа «Преступление и наказание» ему проще произносить по-французски. Вообще русская литература в принципе очень популярна и Достоевский считается самым цитируемым и самым читаемым писателем русским во всем мире. И конечно люди, которые приезжают, студенты или преподаватели, иностранцы, стараются конечно брать русскую литературу в переводе, читать, чтобы приобщиться к этой культуре, это важно. Переводы прозы принято считать более простыми, чем стихотворные, но в случае Достоевского едва ли можно говорить о легкости работы переводчика. Взяться за его тексты – это принять настоящий вызов. И даже невероятная переводчица Светлана Гайер, она, пожалуй, одна из самых известных переводчиков творчества Достоевского, испытывала определенные трудности, например, при переводе таких слов, как надрыв. Какой немец может понять, что такое надрыв? Это действительно очень трудно передать. Знаменитый игрок был написан Достоевским ровно за три недели. Романы Достоевского переводились на немецкий язык очень много раз. «Идиот», например, 22 раза, если считать и фрагменты. А во французской критике даже появилось словосочетание «Роман Достоевского». Наталья Самойлова, Владимир Савилов, Дон-24, Ростов-на-Дону.